Алексей Ильич, передо мной еще один вопрос, я его зачитаю, он длинный, конечно. Уважаемый Алексей Ильич, всегда рад услышать ваши доводы на современном русском языке, а не на староцерковной тарабарщине. Восхищаются зрители, говорят, что это прогресс. Что касается одной из ваших лекций, в которой вы вполне доходчиво рассказали об успехах и проблемах современной науки, я вам ставлю большой плюс. Но беспокоюсь, что после такой лекции многие ваши семинаристы с радостью убегут в науку, которая не стоит на месте, а всегда в поиске. И вот тут зритель говорит, что если бы вы повторили свою лекцию первому апостолу, они бы вас раньше Христа отослали бы на Голгоф. Это из письма вашего постоянного зрителя Валерия Трубицина из Санкт-Петербурга. И вот он задает вам вопрос в связи со всем этим. Как православие относятся к неандертальцам? Ведь они произошли не от Бога, а, как доказано наукой, от обезьяны. Как вы это объясните? Вот такие каверзные вопросы у вас есть. Да нет, это вопросы не каверзные, а здесь некоторые, ну, я бы сказал, смешения разных вещей. Наука занимается своим делом. И о том, чем она занимается, мы немножко должны знать, как ещё писал Пушкин. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Мы немножко должны быть в курсе этих вещей. Но при этом надо понимать, что наука, к сожалению, не занимается совсем, я говорю о науке естествознания, естественно, совсем не занимается проблемой Бога, проблемой смысла жизни. Более того, и это самое печальное, о чём хочется упомянуть, что наука решительно протестует против каких-то нравственных ограничений в своём исследовательском пафосе. Считаю, что нравственные ограничения, они будут препятствовать развитию науки. Это очень печально. Поэтому, поэтому могут проводились и уже проводятся такие подчас испытания, которые могут привести к самым печальным последствиям. И мы видим, что экологический, кстати, кризис является самым ярким подтверждением того, что следует за таким развитием научно-технического прогресса, который забывает о нравственной стороне человеческого существования. Ну, а в отношении неандертальцев, скажем так, во-первых, ничего не доказано. Проблема происхождения там и человека, и тех же неандертальцев остается проблемой. Уж сколько было криков и воплей о том, что вот нашли предков человека, а не от неандертальца, а потом нет, не от него. От обезьяны человек произошёл, а потом говорят нет. Но при этом очень замечательно. Нет, если бы от обезьяны, всё-таки какой-то уровень обезьяны, так? Говорят, нет, от предков общих с обезьян, то есть ещё ниже даже. Скоро мы дойдём, я не знаю, до крокодила или черепахи, не знаю кого, от кого. Нет, наука не имеет ответа. Пропасть между высшими животными и человеком. Когда Чарльз Дарвин написал своё происхождение видов, то один его друг, закадычный друг Уоллес, написал ему записочку. Записочку коварной. Вот там был действительно коварный вопрос. Вопрос был такой. А зачем обезьяне мозг философа? Дарвин прекрасно понимал, что обезьяна стопроцентным образом приспособлена к этой жизни. Стопроцентным. Более того, она больше, чем человек приспособлен. Она может пройти по канату, все же спокойно, над любой пропастью. А у человека тут же головка закружится. Зачем? Бедный. Не знал чего, написал только нет. А что нет? Так и непонятно до сих пор. Что нет? Действительно. Зачем? Он нужен. Обезьяне. Но его идея-то известна была. Большая приспособляемость к жизни. Да ничего подобного. Никакой приспособляемости. Так вот. Это же... Нельзя же так рассуждать. Из икса выводить игреки. Мы не знаем, откуда эти неандертальцы. По крайней мере, современная наука, по крайней мере, кажется, насколько я в курсе, что ли, то утверждают, что именно человек, как гомо-сапиенс, он произошел где-то, ну, порядка 30 тысяч лет, может быть, тому назад. А уже неандертальцы, во-первых, не ясно, кто это были? Люди или не люди? Да. Какими свойствами они обладали? Ну, представьте себе, по чисто внешним вот этим остаткам-останкам начинать говорить о степени мышления. Что за логика? Вот поэтому из икса игрека выводить нельзя. Спасибо, Алексей Ильич. Уважаемый Алексей Ильич, уважаемые зрители, мы прервемся на 30 минут, а затем продолжим нашу беседу. Православие говорит, что корнем, основой, основой созидательной деятельности человека является созидание самого себя человека. Заповеди – это есть не что иное, как констатирование свойств нормального человека. И больше ничего. Правильная молитва – это молитва с вниманием, молитва с благоговением, молитва с покаянием. Мы хотим, чтобы дети были ангелочками. Не будьте сами дьяволочками.